Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Альберто Савиньо, итальянский поэт, прозаик, эсэйс, художник, музыкант, младший брат художника Джорджа Декир. Его работы часто касались философских и психологических тем, и он также был сильно озабочен философией искусства. Я цитирую Википедию. На свою жизнь Савиньо сочинил пять опер, написал по меньшей мере 47 книг, включая множество автобиографий и мемуаров. Много писал и продюсировал произведения для театра. При его жизни его работы получали неоднозначные отзывы. Часто это происходило из-за повсеместного использования им модернистских техник. На него оказали влияние Аполлинер, Пикассо, Жан Кокто, Мак Жакоб и Фернанд Леже. И он оказал значительное влияние на сюрреалистические движения. В основном обучался на дому у своей матери, когда жил в Греции. Андрея также получил хорошее музыкальное образование. В возрасте 12 лет окончил Афинскую консерваторию по специальности фортепиано и музыкальной композиции. В 1911 году, когда Андрея было 20, его музыка стала достаточно популярной, чтобы его исполняли в публичном Мюнхене. Живя в Париже, он познакомился с рядом писателей и художников, таких как Пабло Пикассо, Жан Кокто, Мак Жакоб и Фернанд Леже. В 1914 году, в основном в попытке отличить себя от своего становящегося все более известного брата художника Джорджа де Кирка, Андрея принял псевдоним Альберто Савиньо. В том же году Савиньо основал музыкальное движение «Искренность». Скоро после начала Первой мировой войны Савиньо и его брат вернулись в Италию, чтобы поступить на службу в итальянскую армию. После зачисления были отправлены в военный госпиталь, где встретились с Карлой Каарой. Затем эта группа из трех человек, под влиянием Джованни Паппини, основала художественное движение «Метафизическая живопись». Скола «Метафизика» стала известна как одной из самых значительных художественных событий Италии 20 века. В 1917 году Савиньо был отправлен в Грецию в качестве переводчика итальянских войск. Савиньо был одним из авторов римского литературного журнала «Ларонда» в период с 1919 в 1922 год. Это время положило начало сотрудничества с его братом в театре Де Арте «Пиранделло» в Италии, Рим. Савиньо погрузился во все аспекты театра, от написания сценариев до сценографии. Во время работы в театре Савиньо познакомился с Марией Марина и женился на ней. В 1926 вернулся в Париж, начал серьезно заниматься живописью. В 1927 дал свою первую персональную выставку в качестве художника в галерее Бентхайма в Париже. В 1928 родилась дочь Анжелика. Его сын Руджеро родился в 1934. Обоих детей назвали в честь персонажей из романа Людовика Ариосто «Орландо Фуриозо». В начале своей жизни Андреа и его брат Джорджио были почти неразлучны, даже называя себя Кастером и Полуксом, близнецами-воинами. В детстве между братьями было огромное сотрудничество, которое привело к сильному совпадению тем в дальнейшей жизни. Наиболее известного из этих пересекающих тем была тема мифических греческих эргонавтов, как метафора их развития и творческого пути. Оценки работ Савиньо сильно различались в зависимости от этапа его жизни и рецензента. Многие из наиболее высоко оцененных критиками работ Савиньо также являются одними из самых нелюбимых и непонятных тем. Во многом это связано с частным и противоречимым использованием Савиньо модернистских техник для творческого самовыражения. Оценка его работ в целом была дана в 1154 году на венецианской биеннале. Был создан зал, посвященный исключительно художественному наследию Савиньо. По словам искусствоведа Жанна Клера, работы Савиньо и его брата Джорджа де Кирка были основой для сюрреалистического движения и магического реализма. Умер 5 мая 1152 года в возрасте 60 лет. Вот так вкратце из Википедии о Альберто Савиньо, итальянском поэте, прозаике, эссеисте, художнике и музыкане. И младшем брате художника Джорджа де Кир. Пока-пока, до свидания. Смотрим работу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok